Привет, друзья! Ужасные новости! По планете свирепствуют страшнейшие эпидемии коронавируса. Эпидемия распространяется фактически по всем разным странам, но за исключением России. Ведь очень странно, многие из вас писали в комментариях, что в России фактически от Урала до Дальнего Востока проживают одни китайцы. Вы так писали, но как бы то ни было, вируса нет. И на мой взгляд, этот вирус серьезной опасности как для России, так же и для Австралии не представляет. Дело в том, что еще в далеком 2002 году при подобной эпидемии китайские ученые выяснили, что этот вирус не живет. Во-первых, при высокой температуре он погревает в течение полчаса при температуре выше, чем 57 градусов по Цельсию. А также он не выносит алкоголя, 57% раствор спирта. Так что, что ни России, что ни Австралии, этот вирус на самом деле большой опасности не представляет. Но это, конечно, доля шутки. Если говорить серьезно про Австралию, то на сегодняшний день в Австралии уже один зараженный в штате Виктория, четверо зараженных в штате Новый Южный Уэллс. И по карте всего лишь один в штате Куизлоттон. На самом деле это неправда. Дело в том, что китаец, который прилетел еще 24 декабря, прилетел он в Викторию, потом он был в штате Новый Южный Уэллс. И последние дни он, значит, отдыхал на Голдкосе. Так вот, из группы восьми человек экскурсий, в которые он входил, четверо уже пожаловались на недомогание. И у них был выявлен коронавирус. Вот такие вот дела. В общем, ребята, шумиха действительно разразилась нешуточно. И но я бы не стал придавать ей такого большого внимания. Почему? Да потому что давайте просто посмотрим на статистику. Во-первых, очень интересно, откуда все эти вирусы появляются. Вы помните, был свиной грипп, птичий грипп, атипичная пневмония, ничего только вообще не было. Причем даже этот коронавирус, он появился в одной из самых густонаселенных зон Китая. Появился в канун китайского Нового года. Во время очень натянутых отношений между китайцами и американцами. Также на фоне китайского спада экономики. Тут есть повод для размышления многим конспирологам. Откуда, собственно, растут все эти вирусы. Возможно, нас действительно слишком много. Нас хотят согротить, как поголовье скота. А возможно, хотят просто поддержать какие-то фарматические компании. Возможно, испытывают какое-то биологическое оружие. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Потому что информации в интернете очень-очень много. Но мы не будем полагаться на непроверенные факты. Давайте обратимся к статистике. Итак, большинство последних вирусов, которые были на слуху, они так или иначе связаны с пневмонией. И именно от этого в основном народ умирал. Однако, возможно, вы знаете, а возможно, не знаете, что только в Америке каждый год от пневмонии умирает 50 тысяч человек. В России эта цифра составляет 25 тысяч. Возможно, вы даже не знаете, что от укусов пчел в год ежегодного погибает более 100 человек. Однако, никто не кричит ни в соцсетях, ни в средствах массовой информации, что пчелы-убийцы, они нас убивают. Наоборот, говоря, что если бы не было пчел, то человечество прожило бы максимум 3 года. И вот, ребят, вы смотрите эти ужасные новости. Вас пугают эта информация, этот вирус, который распространяется по всей Земле. Вы переживаете. У вас повышается давление. А вы знаете, что в Америке каждые 37 секунд умирает человек из-за болезни сердечно-сосудистой системы? В Австралии эта цифра 1 человек на 12 минут. А в России еще больше. Один человек умирает каждые 25 секунд из-за болезни сердечно-сосудистой системы. А это то, что вы слушаете, это то, что вы едите, это то, что вы пьете. Это как раз то, что вы переживаете. Действительно, не нужны никакие вирусы, вы сами себя убиваете. А на втором месте расположилась онкология. И действительно, очень тяжело найти семью, в которой кто-то не скончался бы либо от болезни сердечно-сосудистой системы, либо от рака. Нет? Напишите в комментариях, посмотрим, сколько нас. Так что же со всем этим делать и как не заразиться? Ну, для начала выбейте из головы весь этот шлак, всю эту пропаганду, всю эту шумиху. Не доводите себя до инфаркта. Ну и, конечно, элементарные правила. Избегайте посещения с обильным скоплением людей. И также лучше воздержаться от полетов на самолете, поездок на позе и даже на автобусе. И смотрите внимательно, что вы пьете, что вы кладете себе в рот и какую информацию заливает вам в уши. Согласны вы, не согласны? Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Конечно, оставляйте ваши комментарии. Будьте здоровы! Пока!